всем привет дорогие друзья всем привет из примерочной из зары если вы видели мое предыдущее видео то многие вещи которые я принесла я вам показывала когда я бродила по магазинам показывала вам делать обзор магазина да кто первый раз на канале я живу в канаде пригород торонто сейчас я нахожусь в магазине пригороде торонто и будем делать с вами примерки как всегда примерочная малюсенькая музыка гремит крючок один отломан и вот все вещи которые я принесла они мне так сиротливо висят на двух крючочках и сумка моя несчастная стоит на полу я знаю что это нехорошо сумку нельзя ставить на пол это не искать у примета короче денег не буду решать а их и так нету не важно все давайте будем делать примерки и я вам покажу что я принесла и расскажу что как и почему вы же понимаете что я не могла пройти мимо этой блузы она довисела дождалась меня пока я бродила по магазину снимала она не очень подходит к этой юбке но я абсолютно ничего не нашла с чем примерить ее моя юбка подходит еще меньше потому что она очень цветная разноцветная я это было бы совсем ужасно здесь хотя бы как-то цвета какие-то похожи зеленые но давайте посмотрим на на блузу здесь девочки мне пришлось наложить озвучку потому что была очень громкая музыка youtube не пропустил мое видео и я повторю то что я пыталась сказать в этом моменте во первых я показывала эту блузу рассказывала как интересно она скроена мне очень понравился ее крой именно потому что рисунок на ткани как бы был вот специально вот такой крой что рисунок на ткани был очень красиво сделан вот эта вот полоса вертикальная на ткани она была по центру блузы и в общем как бы это не 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 сшито было а именно вот рисунок на самой ткани и также вот эти вот вот эту полосу они отрезали и пришили ее вот сбоку блузы и к манжету и по-моему это достаточно оригинальный необычный крой и это не просто так скроить вещь которая в принципе имеет вот такой вот рисунок на ткани и вот это вот полоса должна была быть строго по центру именно самой блузы то есть в общем мне показалось что ну довольно такая оригинальный дизайн и хорошее исполнение и я в общем толкнула речь спич по поводу того что конечно эта вещь не для всех конечно очень многие скажут что это что-то ненормальное и сумасшедшее и как это можно носить и в принципе да есть большинство людей которые не не могут носить такие вещи просто потому что им некуда вот я например мне очень понравился она я очень люблю такие вещи но мне некуда их носить вот такую вот вещь потому что мой как бы лайфстайл не предполагает одеваться в такую одежду то есть я вращаюсь в таких кругах где в принципе такую одежду мало кто носит но есть очень много людей может быть не очень много но есть люди которые могут носить такую одежду которые вращаются в в определенных кругах это какие-то знаете арт-специальности какие-то художники какие-то креативные профессии которые в принципе могут вот так вот одеваться в такую одежду еще я пыталась донести что даже если вам вещь не нравится и вы не знаете как ее носить и куда ее носить то не надо говорить что фу кто это будет носить кто это наденет есть такие блогеры которые вот видят какие-то вещи и говорят боже какой ужас как это можно покупать как это можно носить я считаю что это неправильно потому что таким образом вы обижаете какую-то часть своих зрителей которые да возможно могут носить такие вещи которым нравятся такие вещи и говоря о том что фукая на какую-то вещь и говоря о том что это уродство что это невозможно надевать это гадость Это просто нетолерантно, я бы сказала Потому что да, среди ваших зрителей, возможно, есть люди, которым это нравится И которые очень даже с удовольствием будут носить такие вещи Давайте будем более терпимыми и давайте будем понимать, что мы все разные И это замечательно Короче, классная вещь, офигенная, мне очень нравится Необычная, дизайнерская, я бы сказала Просто носила бы с удовольствием, ну вот только куда Я не вращаюсь в богемных кругах, к сожалению Хочу сказать, что состав, у нее 100% вискоза, так что это не полиэстер, плюс ко всему еще Стоит она 80 долларов, я примеряла размер medium large Здесь extra small small, medium large, extra large, extra extra large На мой взгляд, по-моему, это совершенно не важно, какого она размера Потому что вот такая вот вещь, она как бы особенно даже не играет большого значения Что это за размер, но она прикольная Значит, у нее такой воротничок-стойка и сзади у нее несколько пуговиц Вот такие вот три пуговички Вот, застегиваются вот там на шее А сзади, видите, она просто обычно, у нее есть шов И она вот так вот просто сшита Я бы хотела все-таки вам показать эту юбку Вот к ней я принесла вот этот кардиган Ну, это не очень хорошо сочетается, потому что здесь такой узел А давайте я его сейчас заправлю О, я придумала Вот так, наполовину заправлю Тогда у нас будет хороший обзор Значит, юбка интересная У нее сзади замок И вот здесь вот сделан такой вот узел Который на самом деле Это не узел Он не развязывается, не завязывается Он просто вот так вот все это зашито-пришито Очень интересный фасон Я даже никак не пойму, что здесь происходит Значит, здесь есть разрез И здесь она сделана Она сделана как-то так В общем, очень хитро Короче, в общем, здесь что-то пришито Здесь еще что-то пришито И вот такой вот намотан узел Красиво, оригинально, необычно Короче, я заправила этот кардиган Чтобы вы могли понять, что здесь происходит сверху Но это все очень некрасиво выглядит У меня, к сожалению, я искала-искала Какую-нибудь тонкую Что-то у меня А я вообще, знаете Ну вот кардиган у меня там на самом деле футболка надета И я сейчас не осталась Но пока что я вытащу тогда этот кардиган Потому что я хочу вам его показать Может мне его со своими Поэтому они тоже не очень подходят Ну короче, вот такой вот вязаный кардиганчик Такой весь в косах-в косах Красивая очень пуговица С жемчужинки, с какими-то бусинками Ну такой, знаете На них был тренд очень сильный Несколько лет назад Сейчас, по-моему, он немножко прошел Вот эти кардиганы Именно такие бабушкины Вязанные с косах И с разными такими красивыми пуговицами При этом, видите, у него здесь три пуговицы А вот здесь он дальше не застегивается Так, меня прервали телефоном Что я начала говорить Что был на них тренд большой На эти кардиганы Сейчас он тренд прошел Но несмотря на это, мне он нравится Я продолжаю их носить У меня много таких я накупила И мне очень они нравятся Вот эти бабушкины кардиганы С этими красивыми пуговицами Единственное, что он очень толстый И мне особо, как бы в нем Ну зимой в помещении в нем жарко Тем более, что это синтетик Вот Но цвет красивый Пуговицы красивые Фасон мне нравится Просто не подходит Я же со своей юбкой как-нибудь сейчас Прежде чем мерить его со своей юбкой Я вот вам покажу, как это выглядит Вот эта юбка Нормально с чем-то, что В принципе заправлена в нее внутрь И Как бы вот так вот она должна выглядеть Это размер large, она мне так довольно плотно Ну в общем Ну вот так вот она выглядит Интересная юбка Вот это очень интересный фасон Такой интересный зеленый Защитно-зеленый цвет Дикольно Значит, моя юбка не совсем Вернее, не совсем не подходит по цветам Да я просто вам хотела показать Как симпатично этот кардиган смотрится Если вот какой-то низ такой Без всяких вот узлов И без ничего А просто вот такая вот Такая вот гладенькая юбочка И с ней Вот так вот симпатичненько выглядит этот кардиганчик Потому что то, что здесь нету пуговицы Мне кажется, это красиво Он как-то так здесь расходится Такой Ну Женственный В общем состав Здесь намешан целый Целый список Целый лист большой Из чего он у нас состоит Но из хороших вещей 3% шерсти 3% Альпака 6% хорошего А все остальное 94% У всякого Барахла Там же без козы какая-то Ну не важно Смотрите какие интересные пуговички Ну это же просто Просто прелесть Что такое Вот люблю я Вот люблю Вот я сороков Всякие вот эти вот Значит стоит он 70 долларов Размер медиум Я примеряла Цвет красивый Юбка Юбка 100% 100% синтетика Она кстати не очень дорогая 50 долларов Она стоит Размер large И вот так вот она Интересно сделана Ну вы видели Я же вам показывала Слушайте Хватите прикол Я оставила внизу Мою юбку Потому что я Дебилку Думала что здесь Эти пуговицы Растегиваются Я сейчас его так Распахну И буду как бы Показывать вам Как верхнюю Такую накидку Которую можно Расстегнуть И носить Например на юбку Или на Вот у меня там Топик внизу Но они Это фейковые Фальшивые пуговицы Они не расстегиваются Вот И Ну а просто Я подумала что Она так подходит По цвету к моей юбке И так все классно Да Сейчас я ее сниму Потому что Ну так комячатся внизу Это непонятно что Я хочу сказать что Это очень даже неплохо Единственное что Я не могу нормально Заять пояс Вот из этой штуки И он как то Он должен быть Вот Немножко Выше Сейчас я сниму Юбку свою Не ну так лучше Значительно Без юбки Потому что юбка Создавала такой объем Внизу А так оно такое Узенькое Вы знаете Это ларч По моему Ну так Оно довольно Так облегает Вот такой вот Рукав Ну Я не могу сказать что Это мой фасон Потому что Вот здесь Оно мне так облегает А вот здесь Оно мне большое Я вообще Не рискую Покупать Вот такие вот Узкие платья В последнее время Потому что У меня Кузень торчит Копа торчит Слишком Вот здесь Вот эти мои Уши с панили торчат В общем Все торчит Поэтому Это не совсем Мои фасоны Но мне захотелось Применеть Мне было интересно Если честно Я думала Что она расстегивается Я надену его Как верхний Такую вот Как накидку Такую верхнюю Постегнула его Так Стопроцентный полиэстер Размер large Стоит оно 60 долларов Для зары Сейчас Это недорого И вот интересно Сделана ткань Очень интересная В принципе Довольно аккуратно Сделана Хорошо Просто на мне Оно не село Мне не идут Вот эти покатые плечи В общем Короче Но интересная Интересная такая ткань Интересно сделана Да Полиэстер Но оно в принципе Довольно симпатично Выглядит Красивый цвет Такой Интересный Интересно Вот эта вот Такая Знаете Как на ткани Такая Аппликация Не знаю Я только не знаю Как его стирать Наверное Там есть инструкция Если кто-то захочет Выкупить Девочки Почитайте внимательно Инструкцию Потому что Я не знаю Мне кажется Что если его положить В машинку А потом В сушилку То вот это вот Все может разойтись А может и нет Не знаю Ну есть же такие вещи Всякие Жат Как-то же их стирают Вы знаете что Я взяла Это платье Бриколоса Но вы знаете что Оно мне нравится Это значит Их молодежная линейка Поэтому я взяла Экстраларч Если бы я взяла Экстраларч Оно бы мне очень Здесь облегало И хотя Если бы оно было Чуть-чуть уже Может уже было бы Неплохо Оно нет Вот Много у них сейчас Платьев из этой вот Ткани Такой прозрачной Такой как Сеточки Ну в принципе Оно двойное То есть у него есть Подкладка Оно не просвечивается Просвечивается Только рукава Абсолютно классная Прикольная Вот эта вот ткань Под джинсу Как будто бы С кусочком джинсы Шита Это такой знаете Стиль Я уже даже не помню Каких Восьмидесятых Двухтысячных Семидесятых Эта мода возвращалась Возвращалась Каждый раз Она возвращается И вот она вернулась Снова То есть не то Что это мода возвращается Но это ничего нового Это мы уже все видели Мы уже все такое вот носили Оно очень длинное Я подозреваю За счет размера Потому что Экстраларч Наверное Мне длинноват Мне нужен В принципе По росту Мне нужен мидиум Но по ширине Мидиум я никак Вот такие вот Длинные рукава С разрезом Ну кстати Рукава такие Сейчас тоже в боди Вот такие вот Длинные Но мне даже длинноват Если бы был другой размер Было бы немножко получше Классная Вы знаете Я совершенно серьезно Мне она совершенно серьезно нравится Я прям дождусь Когда она Если она доживет До распродаж За какие-нибудь Небольшие деньги Я бы его купила За большие бы не стало Ну оно и так Недорогое Но в принципе Если я буду его покупать То я сделаю Это за совсем За совсем небольшие деньги Потому что Опять же Оно не Не на каждый день Оно не Не для походов на работу А для каких-то Вот таких вот Прикольных Вечеринок Или выходов Куда-то Конечно Его надо было Подкоротить Вот Но В принципе Видите Оно здесь Вот такой вот Шов Шито Как будто Это джинса Что мне нравится Необычно И принесла Я вот этот Джинсовый жилет Вот этот Джинсовый жилет Переоценила себя Взяла Мидиум Рассматривала Хотела Ларч Потом Думаю Нет Возьму Мидиум Они вроде бы Такие большие На вид А вот Пожалуйста Оно мне Конечно Маленькое Не застегивается Никак Я думаю Что и ларчбина Мне наверное Не застегнулся Потому что Ей не надо Застегивать Очень прикольная Вещь Такое Ретро Прямо Ретро Очень прикольный Жилет Очень Он мне нравится Тоже Я бы не отказалась Такого Единственное Что мне нужно Наверное Ларч Или экстра Ларч Потому что Она прям Сильно На мне Не сходится Прям сильно Вот И в общем Вот такой Я вам потом покажу Как она выглядит Сзади Ну в общем Короче Бегемот Я конечно Что Мидиум Вообще Даже на мне Даже близко Не сходится Ой Девочки Боль печать Давайте Не будем Огромен Вот так Ну Мне нравится Этот жилет Прикольный Очень Очень Ретро Прикольный Жилетик Класс Так Сколько он стоит 70 долларов Ну Для жилета Это дорого 70 долларов Но он Такой Знаете Очень Стильный Сзади Вот у него Такая Вот Такой Плястик Еще Пришит Хорошая Очень Джинса Такая Вареная Синие Дветочки Ну он Конечно Такой Малюсенький О чем Я думаю Где были Мои мозги Не знаю Так И прикольненькая Платьица Видите У него Шов Тут Сзади Тоже Наверное Да Наружный Шов Рукава Все Пришито Рукава Пришито Вшито Все Вот таким Наружным Швом Сделано И у него Внизу Вот такая Подкладка Которая В принципе Не на шлеечках Тоненьких А вот Прям Как Клатье Как Нижнее Клатье Вот так Пришито Стоит Оно 70 долларов 69 90 Экстра Ларш Не соврала Смотрите Интересно У них есть А да Экстра Ларш Еще есть Экстра Экстра Ларш Ну Не знаю Девочки Не любитель Она Я любитель Такого Прикольных Вещей Все Дорогие Мои девочки На сегодня Были такие Примерки На сегодня Все Мы закончили Увидимся С вами В следующем Видео В каком Нибудь Магазине Примерки Винтаж Болталки В общем Болталки Я что-то Совсем Перестала Записывать Потому что Меня очень Критикуют И ругают За мою Болталку Все Люблю Целую Всем привет Из Канады Пока Пока Паня